Наш проект стартовал в августе 2018 года. Тогда мы называли себя стартап, но уже по итогам 2019 года наш оборот достиг, превысил 2 миллиарда рублей. Несмотря на стремительный рост, мы остаемся довольно маленькой IT-компанией. На старте нас было всего 7 человек, сейчас 25. Мы ведем очень сложный бизнес, и каждый из членов команды вовлечен в общий процесс. Фактически все занимаются всем. У нас нет отделов или департаментов. Очень тяжело было бы достичь подобного результата, если бы мы не делегировали часть наших инфраструктурных задач нашим компаниям-партнерам, которые предоставляют облачные сервисы, в том числе компании Яндекс. Сейчас в облаках у нас запущено свыше 50 виртуальных машин, которые обеспечивают необходимую надежность, отказоустойчивость, но не требуют особого нашего внимания. И мы можем полностью посвятить себе бизнес-задачам. Итак, в рамках сегодняшнего мероприятия я хочу рассказать про наш опыт управления данными. Суть нашего бизнеса – это доставка сообщений на мобильное устройство. В первую очередь речь об SMS. Также мы доставляем пуши в мобильные приложения, сообщения в социальные сети и мессенджеры. Не подумайте о нас плохо, мы не занимаемся спамом. Мы доставляем вам полезный трафик. Это SMS с банковскими транзакциями и сервисные сообщения. Каждое сообщение – это не просто текст. Нам важно знать, когда сообщение было отправлено, номер абонента, какое имя отправительным было использовано, тип трафика, какой статус был получен из сигнальной сети, принадлежность абонента к оператору. Могу перечислять очень долго, всего 68 полей. Сейчас ежемесячно через нас проходит 250 миллионов сообщений. А в суммарном базе уже хранится 2 миллиарда. Эта цифра будет только расти. Оперативная статистика, визуализация и аналитика – это то немногое, что поможет нам построить правильные коммерческие отношения с нашими партнерами и поставщиками, и операторами. Вернемся в август 2016 года. Через нас еще не прошло ни одного сообщения. Мы планируем запуск и думаем, где же нам хранить статистику. Выбор пал на кликхаус. Первый месяц после запуска мы имеем 20 партнерских подключений и 20 миллионов сообщений ежемесячно. Вся наша аналитика сводится к простому написанию скольт-запросов. Ко мне подходит менеджер и спрашивает, сколько прошло сервисного трафика по определенной группе партнеров по оператору МТС. Я быстро пишу SQL-запрос и буквально уже через пару минут могу дать результат. Менеджер получает ответ на вопрос, не успев вернуться к рабочему месту. Конец 2018 года. У нас 70 миллионов сообщений ежемесячно и 65 партнерских подключений. Пора думать, как нам сделать доступным статистику для моих коллег без знания SQL. Мы берем опыт в написании SQL-запросов и делаем скрипты, которые генерируют нам Excel-файлы. Менеджеры получают доступ к этим Excel-файлам, делают себе необходимые выборки, анализ. Дополнительно в графане мы графану подключаем к кликхаусу и выводим наши основные метрики. Обратите внимание, я сделал скриншот с мобильного устройства. Дело в том, что менеджеры чаще на выезде встречаются с партнерами и порой приходится работать им прямо с мобильного телефона. Март 2019 года. У нас 19 миллионов сообщений, 87 партнерских подключений, несколько десятков генерируемых Excel-файлов, бесчисленное количество различных визуализаций в графане, написали несколько самописных веб-приложений на Django, которые мы даем нашим партнерам для доступа к кооперативной статистике. Все это похоже на некий костылин, но основная задача решается. Все заинтересованные лица имеют доступ к статистике и имеют возможность получить быстрый результат. Осень 2019 года. Из 189 партнерских подключений на нас ежемесячно падает 190 миллионов сообщений. Мы активно ищем, рассматриваем биорешения и останавливаемся на DataLens, которые буквально сразу можем использовать. Наши любимые Excel-ки начинают потихоньку портироваться в дэшборды с таблицами. Менеджеры с помощью селекторов самостоятельно делают необходимые выборки и проводят анализ. На скриншотах вы видите красивые чарты с разделением трафика по операторам, по типу трафика. Можно посмотреть динамик роста трафика по отдельно взятому партнеру. С правой стороны агрегированный отчет, который помогает делать сверки с операторами и партнерами. Настал 2020 год. Мы презентуем нашим партнерам доступ к статистике через DataLens. Мы идем к нашим партнерам, спрашиваем, что они хотят и даем им решение. Здесь я сделал скриншот двух дэшбордов. Не смогу быстро сказать, какая задача здесь решается, но скажу, что эти решения были сделаны буквально за 2-3 часа после постановки задачи. Это очень важный фактор, потому что каждый из наших партнеров по-своему видит в визуализацию статистику, и DataLens нам дает возможность индивидуально подойти к этому вопросу. Дополнительно преимущество получают не только наши партнеры, у которых появляется доступ к статистике, но и мои коллеги-менеджеры, которые тратят гораздо меньше времени на ведение данных партнеров. И последний слайд. Здесь немножко негатива, чтобы вы не подумали, что Яндекс мне заплатил за доклад. Я расскажу, чего же нам не хватает в DataLens. Первое, уже говорили, плохая адаптивность. Не очень удобно работать с DataLens через мобильные устройства, и многие наши метрики продолжают жить в графане. Вторая проблема, с которой мы столкнулись, это невозможность вывести на один график одну и ту же метрику за разные периоды времени. Например, мне нужно увидеть характер трафика за вчера и за сегодня, и вывести это на одном графике. DataLens я могу сделать два графика, разместить один на другим, и примерно сравнить, что же там получается. Эту задачу мы до сих пор решаем в графане. И третья проблема, это DataLens не очень хорошо умеет делать поиск по неагрегированным данным. В нашем случае из наших двухмиллиардной таблицы нужно найти один номер телефона. Если мы попробуем настроить это решение через DataLens, то DataLens в ClickHouse кинет запрос с группировкой и сортировкой. Это очень тяжелый запрос. ClickHouse просто может не выдержать и упасть. Поэтому наше решение на Django пока работает более стабильно. Об этих проблемах команда Яндекс знает и в ближайшее время обещает нам внести исправление и решить. Спасибо. У меня все. Если есть вопросы, я отвечу. Спасибо. Спасибо.